привет всем какой канал вы знаете и кто говорит тоже сейчас я на аквариумной ферме нахожусь аквариумные стеллажи немножко покажу как какие изменения произошли кто наблюдал смотрел возможно заметит изменения значит давайте по порядку опять начнем с верхних аквариумов тут у меня были кто же у меня тут был изначально какие-то креветки были в общем меченосцы были не было грунта меченосцы я так не пойму что это два две самки то ли самка и самец в общем они они давали потомство и сейчас тут сидят враждуют в этот аквариум также подселил формоз а тут вас да 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 у меня тут формозы были на изначально уже совсем сам запутался это остатки от формоз которых я расселил в другие аквариумы кстати вот эти меченосцы они подъедают мальков формоз я заметил сегодня принес монте-карло с большого 200 литрового аквариума сюда вот а раньше неделю назад был засыпан сюда грунт это крошка лавы под ней обыкновенная земля смешанная с торфом и с кокосовой с кокосовым волокном было посажено пару отростков крипто карины невеля обыкновенная крипта вот там ну и вот еще одна монте-карло была взята из соседнего аквариума тут этому аквариуму грубо говоря перезапуск неделя вот так вода еще не так желтеет сейчас покажу в нижнем желтеет тоже точно такой же там грунт видать кокосовое волокно или торф дает водопадик водопадик вот тут формозы размножаются их очень много особенно вот там них прям тусовка также тут есть вот анцик супер но он под затянут он такой маленький и будет немножко фильтр то ли под забился то ли что и нет такого течения ну и хорошо в принципе мхам нравится все растет татрадисканцы если я не ошибаюсь вот она тоже растет тут даже кук корешок отпустила видите в воду фикус пумела тоже растет но у него какие-то вот светлые листья светлые я когда его забирал вот они были такие темненькие вон они с белыми с белыми кончиками а эти сейчас вот на краях белая но они светлее не знаю с чем это связано может быть из-за того что тут света я мало подавал было свет включался в 7 часов выключался в 11 сейчас я увеличил и он будет включаться в 4 часа посмотрим чему это приведет аквариум в обе куса или в обикса называйте как хотите то тут хинодорус который мне прислал артем с будни аквариумиста значит тут что лава грунт кварцевый песок сверху ну и хинодорусы хинодорусы плохо адаптировались они у артема были изначально тоже надводные эти листья потом видать в воде были у меня не какое-то время побыли в воде потом опять они попали на воздух и вот это убили берда повлияло на них таким образом что-то не почернили но они не вянут в общем ждем мне интересно когда тут пойдут уже новые листья я жду как будто это новости будет сразу же новое видео пока вот так он тут из живности только улитки рыбе сюда не остался пока незачем средний ряд кубик с блюдримами они все попрятались но поверьте они тут есть вот один из представителей сегодня я сюда поместил бальбитис это бальбитис из двухсотки теперь он будет здесь а может быть я сделаю какой-то аквариум и попробую на воздухе чтобы он был влажной среде в общем тут блюдримы чувствуют себя хорошо размножаются есть даже мало дня как его показать где-то тут есть он только где в махе более взрослая как когда надо как обычно мелочь прячется ну поверьте она здесь есть значит средний аквариум то что это уже перезапускал сколько ему уже 3 неделя нами вот тут водичка желтенькая камера не передает реально не передает почему-то осветляет от если подальше так для сравнения вот желтенькая видите этот цвет скорее всего дает кокосовое волокно либо торф значит тут потомство вот вот этих вот меченосцев вот они все тут есть и красные и черный с красным и полностью был черный малек не задел все живой он или нет да вот он он видите плавает также сюда поместил формоз будут формоза во всех аквариумах и есть он креветка черри спустя вот три недели или сколько там прошло я начинаю замечать что вот пошли стрелки от в лесной респиральной в общем тут начинают потихоньку разрастаться напомню тут тоже питательный грунт вот в этом аквариуме у меня аманки все без изменений это те аманки которых у меня получилось вывести в домашних условиях вот и они кстати вот они у меня не очень сильно растут тоже как под затянуты они маленькие но чувствует себя хорошо количество их не меняется живут растут также я к ним поместил формоз формоза пустят размножаются и сегодня тоже вот один из кустов бальбитиса с двухсотки перекочевал сюда аманки сейчас заняты частично сидят вот на этом кустике там объедают так нижний аквариум привет ход зеркалом задняя стенка позеленела моя задние стенки боковые принципиально не чищу пусть будет так значит тут также формоза один упачок это отец принес его с работы и и немножко растений были тут раки раки не выжили не знаю почему что-то им не подошло ну и отдельно аквариум для оранжевых кроликов улиток вот они тут живут проживают он большие особи там мелочь по закапывалась вот каких-то видно катушки катушек периодически отсюда отлавливаю и убираю также утла мариопсис сегодня тоже двухсотки сюда перекочевал этот ламариопсис я выдрал зарослей буцефаландр странно как тот этот наверно уже не жилец вот это вот улитка ну-ка сейчас я пошевелим посмотрим чем и так решил потому что в ней уже сидит другая улитка катушка и скорее всего и хана вот живая вот эти мелкая зарылась что поделаешь таково селями в общем вот ребята такие дела такая обстановка вот этом аквариумом стеллаже на сегодняшний день кому было интересно кому понравилось ставьте лайки оставляйте ваши комментарии будет времечко сделаю видео про двухсотку там планируется небольшая перестановка ну и кто досмотрел видео до конца прошу в комментариях дайте мне совет по бесшумному внешнику на двухсотку хочу большой внешне большего объема но бесшумный спасибо всем за внимание и всего хорошего